спасибо я тебе потом перезвоню добрый день ребята сегодня лекция посвящена у нас вирусом в этой лекции я хотел бы осветить 8 вопросов они представлены ранее лекции я не буду еще зачитывать поскольку каждая часть лекция заглавлена итак первый вопрос он связан с историей открытия вирусов и их значения современном периоде развития общества на этом сайте я представил трех величайших российских ученых вирусологов научным исследованиям которые вывели вирусологию отечественную вирусологию советскую вирусологию а сегодня российскую вирусологию на одно из первых мест в мире уровню тех научно-исследовательских работ их практического внедрению социальное общество здесь слева направо представлены три академика академик смородинцев в середине академик лев александрович лильбер и третий академик это михаил никонавич чумаков и их работах вы будете слышать в ходе наших лекций по общей и частной вирусологии к чести российских ученых хочу обратить ваше внимание что первооткрывателем вирус был русский ученый ивановский дмитрий иванович и произошло это в 1892 году что очень приятно что это произошло в крыму никитском ботаническом саду когда еще будучи студентом он начинал работы по выявлению мозаичной причины мозаичной болезни табака и в результате еще студенческой работе он показал что эта болезнь вызывается фильтрованной жидкостью очищены от бактерий он предположил что это те микроорганизмы которые меньше чем бактерии и был совершенно прав поскольку впоследствии было установлено что это вирусы я думаю мне следует обратить внимание ваше на то что среди многих медицинских наук биологических наук современной вирусологии является бурно развивающейся отраслью естествознания которая оказывает огромное влияние на развитие как медицинской так и клинической микробиологии постоянно практически ежегодно происходит открытие которые уточняют понимание процессов вирусной клетки и указывают на возрастающую роль вирусов развитие патологии у человека в качестве примера могу привести вам открытие новых вирусов за последние 20-30 лет это и вирус вич и спида это широко распространенного в мире заболевания на территории россии и ряда государств происходит эпидемический распространяющийся процесс это вирусы эбола марбурга и ласа эти вирусы является на сегодня среди тех которые циркулируют наиболее опасными для человека поскольку они называют самую высокую летальность на уровне 50 процентов и выше ну и конечно я не могу сказать о вирусе сарс ков-2 который с 19 2019 года до настоящее время имеет пандемическое распространение хотел бы обратить ваше внимание на то что очень многие известные вирусы в патологии человека тоже получили свое определение свою роль и показана в настоящее время ну например такое заболевание как вирус атипичной пневмонии еще был предположительно связан с каким-то из вирусов настоящее время это установлено что это тоже вирусы относящиеся группе коронавирусов это сарс ков и мерс хочу обратить ваше внимание если взять целом всю инфекционную патологию человека то ведущая роль в этой патологии сегодня безусловно отводится именно вирусным инфекциям следующий раздел это классификация вирусов и их номенклатура вирусы относятся к царству вира к неклеточной форме жизни как они способны размножаться и характеризуются эволюционными процессами изменчивостью и наследственностью отличие вирусов и других микробов затрудняет их классификацию так как нет общих критериев и мы несколько позднее в лекции об этом могу им говорить но все же нужно было какое-то решение для того чтобы вирусы которые открываются в разных лабораториях в разных странах на разных континентах по могли бы отражать истинную картину в таксономическом их определение и поэтому международный комитет по таксономии вирусов принял универсальную систему классификации которые используются в настоящее время для установления таксономических категории так для семейства для семейства вирусов определено вторая половина слова как вирида под семейство опять же вторая половина названия как вирина рот определен как вирус а вот с видом вируса дело обстоит очень сложный до настоящего времени вирусы не имеют беноминальное название ну как это принято биологическом мире как это мы говорили с вами у бактерий поэтому вида вируса обычно в подавляющем большинстве случаев мы не называем что касается номенклатуры вирусов то вирус называются в соответствии с рядом принципов первый из них это название вируса определяется тем заболеванием которые он вызывает в качестве примера хочу вам привести вирусы герпеса вторым критерием может быть это название место первого выделения вируса таким образом называются вирусы коксаки это по населенному пункту в америке где они впервые были описаны и вирус который хорошо я думаю вам известен и тоже относится к нашему региону крыму это крымская геморрагическая лихорадка третьим критерием по которому может называться вирус это по фамилии ученого впервые его выделившего это вирус эпстайн барр или штейн барра это вирус четвертого типа герпеса его впервые описали в англии известны уже достаточно в то время ученые по фамилии что эпстайн и его аспиранка барра и наконец есть еще одна группа номенклатуре вирусов которые не имеют таксономического положения их название определены эпидемиологической характеристикой то есть способностью целой группы вирусов передаваться с помощью на различных переносчиков это так называемая экологическая группа вирусов которые называются арбо вирусами вообще-то в основе таксономической классификации вирус как я говорил и достаточно много критериев и по сути эти критерии относятся ко всем возможным параметрам по которым их можно классифицировать это по гомологии нуклеиновых кислот по борфологии размеру и формы по наличию или отсутствую липопротеиновой оболочки по типу симметрии нуклеокопсида по стратегии генома или механизма репродукции внутри клетки по типу инфицирования клетки по характеру взаимодействия вируса с клеткой хозяина по патогенности кругу хозяев и соответствующей локализации в организме человека первой классификации которые хотел бы вам привести это классификация по гомологии нуклеиновых кислот и авторы этой классификации американский ученый балтимор который предложил в 1975 году за что получил нобелевскую премию предложил в основу системы такой классификации положить механизм синтеза матричная рынка по которой вирусы относится к семи группам вот они представлены все на этом слайде а сейчас я хотел бы и более подробно характеризовать какие вирусы какой группе относится и так первая группа это днк двунитевые вирусы это таксономия или семейство или подсемейство и буду говорить о представителе а с правой стороны слайда где происходит репликация генома в цитоплазме или ведре и какие ферменты принимает в участие о них я говорить не буду и так попс вирусы это вирус натуральная оспы это вирус оспа вакцины оспа обезьян и контагиозного моллюска я уже упоминал сегодня в лекции от герпес вирусов их на сегодняшний день установлено точно восемь типов это вирусы герпеса первого второго и третьего типа который называется ветряной оспой четвертого типа я говорил это обстаян и лепштейн бара и 5 6 7 8 и мы в лекции в частной вирусологии которая читается в следующем семестре мы целую лекцию посвятим этой группе вирусов и там будем говорить об этом подробно в группу 1 днк двунитевые вирусы входят еще очень широко распространенные вирусы это аденовирусы человека в эту же группу входят папилломовирусы это папилломовый вирусы человека и еще одна группа полиомовирусы это тоже полиомовирусы человека джинцы и бк 2 группе которая называется днк однонитевые вирусы входят всего две группы вирусов это парвовируса или боксвирида это парвовирус человека b19 и рот она его вирус этот это вирус сцен вирус это вирусы которые относятся к новым вирусом относящихся к вирусом гепатита и вирус tlmv это малоизученный вирус третья группа если первые две группы были днковые вирусы двунитевые однонитевые то группа 3 это рнк двунитевые вирусы и в эту группу одно саре вирусы которым относятся такие представители как вирус кемерово это колорадский клещевой лихорадки и широко распространены в том числе и на в российской федерации в мире это рота вирусы и вот оборота вирусах мы тоже будем говорить в следующем году на одной из лекций четвертая группа это рнк плюс однонитевые вирусы к ним относится довольно большое количество широко распространенных вирусов но во первых прикорно вирусы которым относится вирус полиомиленка коксаки два варианта а и b вирусы как гепатита а и вина вирусы колецы вирусом но и соноры вирусом и вирус гастроэнтеритонор волк это довольно широко распространенные вирусы которые тоже часто встречаются среди заболеваний у людей гепивирус включает один вирус вирус гепатита е и наконец в эту же группу рнк плюс однонитевых вирусах относится корона вирусы человека которые вы уже знаете я упоминал среди людей важное значение имеет 7 вирусов но наиболее опасно из них сарс мэрс сарс коф-2 и кроме того в эту же группу относятся еще и тора вирусы флава вирусы которые вызывают очень тяжелые заболевания широко распространенные мере особенно на территории некоторые вот желтая лихорадки натинская америки африки вирус кичевого энцефалита очень широко распространенной территории россии впервые описан был в россии кстати сказать первым описателем этого вируса являлся лепа лисанч зильбер и еще один из гепатита вирус гепатита c широко распространенное заболевание и группе 4 рнк плюс однонитевых вирусов относится еще одна группа тоговирусы среди них известный вирус краснохи который вызывает очень часто заболевания среди детей и вирус корейской лихорадки и вирус энцефаломиелита пятая группа рнк минус однонитевые тоже имеет большое количество вирусов многие из них имеют широкое распространение но сюда относится группа борна вируса вирус болезни борна сюда относится группа филовирусов это как раз те вирусы марбурга эбола который является одни из самых опасных и существующих и циркулирующих на земном шаре в настоящее время пара миксовирусы сюда относится целая группа респираторных вирусов широко распространенных вызывающие эпидемические процессы это вирус кори вирус парагриппа вирус рс это ретикулосенциальный вирус и эпидемического паратика наконец в эту же группу входит группа рапдовирусов которые вызывают вирус бешенства и вазикулярного паратита в эту же группу рнк минус однонитевых вирусов входит и ортомиксовирус и среди ортомиксовирусов есть такие известные вам хорошо представители как инфлюенсовирус это вирусы гриппа типа а б и ц и наконец группа вот которую я уже называл среди названий как арбовирусы хотя они и раньше встречали среди вирусов которых я говорил но здесь просто они представлены конкретно в группе буни вирусов это вирус хантаан который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом их несколько типов они широко распространены в россии в европе и вирус крымской геморрагической лихорадки который был описан впервые в крыму в 1945 году тоже одним из ученых и которого я показывал на первом слайде это михаил николаевичем чумаковым пятая группа это минус однонитевые вирусы то есть мы продолжаем говорить о той же группе и туда входит тоже один из вирусов широко распространенных и особо опасных вирусов вирус ласа это группа ареновирусов и вирусы которые сравнительно недавно были описаны это гуанарита хунин и мочуба последние две группы вирусов это группа шестая это рНК обратно транскрибирующие вирусы оно представлено одним ретро вирусом вирус который вы хорошо знаете я думаю вирус иммунодефицита человека но есть кроме рНК обратно транскрибирующего вируса еще один одна группа вирусов которые является днк это тоже обратно транскрибирующийся вирус это гепарна вирус и к нему относится тоже вирус заболевание который вы тоже хорошо знаете я думаю это вирус гепатита b вот эта классификация балтимура сегодня общепризнанта во всем мире и конечно ее нужно знать хорошо и когда мы будем учить частную микробиологию в частности вирусологию то надо хорошо понимать какой группе вирусов оно относится поскольку вы видите что несмотря на общее у вирусов о том о чем мы буду говорить немножко позднее вот прямо сейчас следующем разделе лекции понятно что их отличия во многом характеризует и особенности той или иной группы вирусов которые мы с обязаны знать для того чтобы понять как происходит развитие патологического процесса в организме у человека вызванные тем или иным вирусом и так давайте попробуем характеризовать вирусов и главное подчеркнуть их особенности от других групп микроорганизмов во первых вирусы как я уже говорил это не клеточная форма жизни вирусы содержит один тип нуклеиновой кислоты и в отличие от эукариотов прокариотов у вируса может быть или рибонуклеиновая кислота как мы говорим рнк или дезоксирибонуклеиновая кислота или как мы говорим днк и хочу обратить ваше внимание на то что рнк в качестве генетического материала среди различных групп микроорганизмов встречается только у вируса третье отличие очень существенное которое определяет биологию вирусных частиц это внутриклеточные облигатные паразиты я думаю с этим понятием вы знакомы у вирусов отсутствует цитоплазма отсутствует рибосомы отсутствует ядро отсутствует арганеллы отсутствует метахондрии и отсутствует белок энергетических систем то есть совершенно понятно что сам по себе вирус существовать не может его существование определяется той клеткой которую он попадает именно вирус перестраивает биологию эту клетку таким образом что эта клетка начинает работать на репродукцию новых вирусных частиц хочу обратить ваше внимание и на еще одно четвертое отличие которое заключается в том что репликация вирусов отличается от размножения клеток у вирусов не происходит бинарное деление лимитоза и один вирус может продуцировать сотни дочерних вирусов тогда как при делении одной клетки образуются две дочерние клетки мы будем с вами говорить частной микробиологии об особенностях этих у вирусов разных видов но хочу обратить ваше внимание что чаще всего один одна вирусная частица попадает в какую-то соматическую клетку клетку человека а выходит из нее через 24-48 часов в основном огромное количество от нескольких сотен до нескольких миллиардов вирусных частиц которые для того чтобы продолжить свое существование должны опять вновь попасть соматические клетки где 5 происходит их размер поэтому для вирусных заболеваний характерно очень такое довольно быстрое клиническое течение ярким проявлением с острым проявлением патологического процесса и ярким выражением различных клинических симптомов которые связаны с особенностями патогенеза и наконец последнее уникальное свойство совершенно у вирусов это дезинктивный механизм репродукции что же такое дезинктивный механизм это когда структуры вируса образуются раздельно во времени и в пространстве хочу обратить ваше внимание что в одной соматической клетке представить себя накопление нескольких тысяч сотен тысяч и даже миллионов вирусных частиц ну очень проблемно да поскольку такой клетки в организме человека может не существовать но в этом процессе взаимодействия вируса с одной стороны и соматических клеток организме эволюция построила таким образом что дезинктивный механизм репродукции обеспечивает во многих случаях бесконечное воспроизводство вирусов несмотря на то что процесс этого производства происходит в малых клетках организма поскольку и и нуклеиновая кислота и белки которые воспроизводятся в этой соматической клетке поскольку вирус заставляет их воспроизводить и перестраивает функцию соматической клетки они происходят не одновременно они происходят в разных частях клетки а потом происходит их соединение об этом мы будем еще сегодня говорить когда будем говорить этапы взаимодействия вируса соматической клетки и наконец свойство которое характерно не только для вирусов это свойство характерно как мы уже говорили для бактерий это то что вирусы обладают органотропностью вот здесь на слайде представлена очень интересная табличка я не случайно ее показал для того чтобы вам было наглядно понятно что вирусы это микробы которые обладают определенной тропностью к определенным тканям так есть вирусы которые поражают центральную нервную систему вызывает энцефалиты сюда относится в том числе и арбовирусная инфекция это одно из них проявление сюда могут относиться вирусы простого герпеса первого и второго типа сюда относится вирус бешенства менингиты может вызывать энтеровирусы полиомилиты называют полиовирусы спид это вич болезнь кратцвельда ягода икру это прионные инфекции заболевание печени вызывает все вирусы гепатита гепатитов и а и b и c и d и е и у вируса гепатита b есть еще особенность вызывать гепатокарциному или первичный рак печени что касается желудочно-кишечного тракта то рота вирусы вирус нарволка я вам говорил ну естественно вирус вы хорошо знаете вызывают различные патологические процессы органов дышания это вот острые спираторные вирусные инфекции инфекционный паротит я уже не буду называть эти вирусы вы потом посмотрите слайды на выставленной лекции и разберетесь и поймете что патологию которую человека вызывает вирусы она всеобъемлющая и она способна различные вирусы образовать различные поражения органов и тканей морфология вирусов и их строения существует общепринято считать морфологию вирусов или веленов это вирусных частиц на виде пяти типов это палочковидные они представлены здесь на слайде качестве примера я привожу вирусных рад кебла пули видны такая характерная очень форма и эта форма характерна для вируса бешенства много быть различного рода сферические структуры и к этим сферическим структурам относится вирусы герпетической группы и вирус иммунодефицита но вирусы могут быть кроме палочковидных пули видны сферических еще и овальными и овальными вирусами в качестве примера я привожу вирус натуральной оспы и наконец существует еще одна группа которая отличается от по морфологии от предыдущих которых я только что вам рассказал это сложная морфология веренов и она характерна для вирусов бактерий которые называются бактериофагии о бактериофагах я поподробнее расскажу вам в конце сегодняшней лекции что касается размеров то размеры вирусов колеблется от 18 до 4 нанометров и можем определить только с помощью электронной микроскопии здесь я хочу обратить ваше внимание на то что существуют различные размеры у вирусов днковых которые представлены в левой стороне слайдов суда относится из таких широко распространенных гепатные вирусы аденовирусы и рынковых вирусов у которых представителей значительно больше и здесь самым маленьким одним из самых маленьких вирусов является пикорно вирусы это вирус полиомеликоды коксаки суда же относится более крупные пунья вирусы ретро вирусы о которых мы с вами говорили орта миксовирус и наиболее крупные топоры миксовируса строение вирусу построение вируса вирусы различаются на три группы первые на две группы прошу прощения простые вирусы которые включают ну из науколе нуклеиновых кислот и капсид и вторая группа это сложные вирусы которые включают себя какую-то нуклеиновую кислоту ДНК или РНК капсид и супер капсид иногда нуклеиновую кислоту и вирусный геном которые объединены в единый комплекс называют нуклеокапсидов этот термин часто будет у вас книги и этот термин мы часто будем с вами употреблять вот здесь представлена уже другая картинка не размер вирусов а показано разделение вирусов на простые и сложные вот вирусы которые без оболочки это вирусы вирусы простые и к ним относятся как ДНК вирусы ну вот опять же аденовирус полиомовирусы и паровирусы и входит кроме того и РНК вирусы причем как двухнитевые так и однонитевые в качестве РНК в однонитевых вирусах я уже упоминал как маленькие по морфологии вирусы пикорновирус а вирусы с оболочкой это сложные вирусы сюда тоже относится как ДНК вирусы это герпес вирусы сюда относятся представители гепатиновириды это представители гепатитов а в РНК однонитевые вирусы входит много вирусов в том числе и циркулирующие в настоящее время широко как коронавирусы входит в вирусы ортомиксовирусы вирусы гриппа входит вирус иммунодефицита ретро вируда входит вирус бешенства рапдовирида ареновирида это вирус лихорадки ласа группа буниовирида группа филовирида к которым относятся вирусы Эбола и вирус Марбурга хочу обратить ваше внимание еще на одну особенность вируса это их гоплоидность то есть они имеют один набор генов за исключением ретро вирусов которых две РНК две РНК генетический материал заложен две цепочки РНК но вот он повторяющийся обратите внимание что и ДНК вирусы которые у человека несут два вида наследственности то есть они она носит диплоидный характер у вирусов даже ДНК характеризуется тем что нуклеиновая кислота той или другой цепочки носит или кодирует только один признак вот здесь показан простой вариант это нуклеиновая кислота РНК и капсид то есть нуклеокапсид вируса полиомиелита а справа показано ДНК вирус вирус герпеса который в принципе характерен любому типу там есть небольшие отличия но принципиальное строение вируса вот такая как вы видите строение генома ДНК вирусов и РНК вируса которых мы сейчас будем говорить она не одинаково двунитчатые ДНК вирусы бывают не комплементарные а я об этом только что сказал каждая несет свою функцию причем каждому типу свойственен определенный тип репликации кольцевая структура обеспечивает выраженную защиту от эндонуклеаз и усложняет репликацию но не всегда бывает кольцевая структура у вирусов кольцевая структура легко интегрирует вирус геном поэтому варианты взаимодействия вируса соматической клетки не одинаковые и об этом мы тоже сегодня будем вести разговор и каждая молекула ДНК метилирована то есть маркирована по типам ДНК они подразделяются двуничатые линейные это вирус герпеса и аденовирус двуничатые замкнутыми кольцами или краями это вирус натуральной оспы это замкнутая двуничатая кольцевая с переплетенными двумя нитями к ним относятся попово-вирусы которые относятся к группе онковирусов и наконец дефектные структуры у ДНК вирусов бывает когда одна недостроенная нить до 30% а на конце находится полимераза и вот такие две ДНК нити одна из которых короче другой на 30-40% характерна для вируса гепатита Берис вы помните она относится к 7 группе по классификации Балтимора называется обратно транскрибирующая вот как раз речь идет о ферменте обратная транскриптаза и для этого нужна полимераза для того чтобы достраивать эти нити поскольку процесс репликации невозможен у биологических структур с ДНК разной длины существуют особенности строения генома и ОРНК вирусов ну во первых ОРНК бывает однонитивые как вы уже слышали и двунитивые во вторых они бывают фрагментарные которые вот фрагментарность наличия ОРНК структур обеспечивает высокую изменчивость вирусных белков и она связана с тем что последовательности нуклеиновых кислот соединены слабыми сульфидными мостиками и поэтому структура может быстро меняться ЭКИМОТОИСА вирус гриппа но если взять и представить нить нуклеиновой кислоты там в 3-4 метра которые приблизительно у вируса гриппа и в ней находятся фрагменты нуклеиновой кислоты соединенные с собой слабыми сульфидными мостиками их приблизительно там 7 или 8 и они кодируют конкретные конкретные свойства или конкретную структуру вируса то совершенно понятно если произойдет процесс мутации на конкретном участке то вероятность изменчивости становится больше чем мутация на всем отрезке поскольку не весь отрезок расположены кодирующие фрагменты нуклеиновой кислоты на очень ограниченном участке вот поэтому вирус гриппа является одним из самых изменчивых вирусов он пожалуй отличается или уступает по своей изменчивости только одному из вирусов это вирусу монодефицита но об этом мы будем говорить с вами в частной вирусологии особенностью репродукции вирусов она связана с наличием различных типов РНК вот их три формы вот что я мне точно сказал в начале лекции во-первых существуют линейные плюс РНК это когда вирус имеет последовательность нуклеотида то есть туда входит информационная РНК по-английски которая называется КЭП по-русски переводится шапочка для соединения РНК с робосомой то есть такие вирусы с линейной плюс РНК имеют информационную и наследственную функцию но кроме этого среди вирусов которые вызывают патологию человека есть линейные минусы РНК это вирус который не имеет шапочки то есть не имеет информационной РНК но у него имеется полимераза которая кодирует белок у клеточных информационных РНК и понятно что такое минус РНК у вирусов приводит к тому что информационная функция у такого вируса отсутствует а присутствует только наследственная функция и наконец у РНК вирусов может кольцевая фрагментарная РНК что характерно для боня вирусов для вирусов гемологических лихорадок теперь поговорим о строении второй структуры это строение капсида капсиды пространственно асимметрично расположенные молекулы белка которые представлены субединицами эти субединицы называются белковыми глобулами которые объединены морфологически в капсомеры вот здесь на слайде показаны вот такие отдельные фрагменты белковые глобулы и вот здесь они показывают нуклеиновая кислота которая находится в середине такого капсида состоящего из белковых глобул вот форма расположения капсидов она очень разная и она может располагаться в виде спирали внутри которой образуются полы каналы в которые входят молекулы нуклеиновой кислоты или РНК или ДНК это не важно вы уже понимаете что это вариант организации простого вируса вот количество капсомеров оно может быть разное оно определяется размером белка ну и конечно сам по себе вот это то или иное строение определяет и размер самого вируса я уже говорил вам о том что вирус полимелита самый маленький он действительно самый маленький поскольку у него всего 32 капсомера а вирус гепатита приблизительно в два раза больше поскольку у него 60 капсомеров капсомеров какую же функцию несут несет капсид ну во-первых рецепторная то есть способность соединяться соматической клеткой то есть для того чтобы развился патологический процесс первый процесс который должен произойти он должен вирус его рецепторы какие-то их много рецепторов для каждого вируса это свой соединиться с рецептором и соматической клетки это первая часть во-вторых она связана с органотропностью мы говорили что один и тот же вирус редко вызывает разные патологические процессы в основном патологический процесс характерный я имею ввиду первичный патологический процесс но совершенно понятно что для вируса SARS-CoV-2 таким рецептором базовым рецептором основным там есть еще несколько вспомогательных путей которые способствуют взаимодействию рецепторной но понятно что эти рецепторы АЦ Е2 они находятся в респираторном тракте в большем количестве и там происходит процесс первичный процесс развития вируса SARS-CoV-2 это поражение легочной ткани но орган отруб характеризует и для других вирусов как мы говорили например вирус гепатита он вызывает заболевания вирус взаимодействует с гепатоцитами а вирус полиомиелита он взаимодействует с другими структурами со слизистой оболочкой и чаще всего верхних дыхательных путей и тонкого кишечника желудочного тракта поскольку у него там есть специфические рецепторы для взаимодействия и наконец антигенная третья функция это та функция по которой мы понимаем что существует много антигенных структур и это помогает нам определить какие необходимы препараты делать для профилактики того или иного заболевания и с другой стороны мы по антигенным свойствам можем идентифицировать тот или иной вирус вот я пока говорил об одной группе симметрии спиролевидная теперь я хотел бы обратить ваше внимание что не только спиролевидная структура есть их вообще-то на самом деле три и она у днк и рнк вирусов разных у рнк вирусов это только кубическая и спиральная может быть а у днк она может быть кубическая спиральная сложная и двойная ну спиральная вы видели на предыдущих слайдах это винтообразная структура которая характерна и для вируса гриппа и для коронавирусов кубическая структура или еще называется икосоидрическая изометрическая это полое тело состоящее из капсида содержащего внутри нуклеиновую кислоту что характерно для вирусов гепатии герпеса двойная симметрия характерна для бактериофагов о них мы будем говорить я уже вам говорил сегодня и отсутствует постоянно у некоторых вирусов третья структура вирусов которая встречается только у сложных вирусов это суперкапсид это мембранная структура это химически состоит из биполярного слоя и рецепторов соматической клетки при выходе нуклеокапсид захватывает мембрану то есть как она формируется но об этом мы еще будем говорить она отдельно не синтезируется в соматической клетке а при выходе из соматической клетки которую она покидает или разрушая ее или не разрушая она забирает внутренний слой этой соматической клетки и таким образом образуется суперкапсидная оболочка она по химическому составу имеет разные структуры поэтому это не значит что все структуры в одной суперкапсидной оболочки это в разных суперкапсидных оболочках сложных вирусов но могут быть липиды которые создают определенные условия для стабилизации вируса это гликопротеины которые используются для прикрепления и наличия поскольку она содержит гликопротеины является иногда ферментами то принимает участие во взаимодействии вируса соматической клетки в частности могут быть гемоглютинины который фермент склеивающий эритроциты его функция но во многих случаях он является той структурой которая принимает участие в взаимодействии соматической клеткой и нераминидаза нарушают фермент который нарушает сиаловую кислоту и состоит условия для проникновения оба гемоглютинины и нераминидазы они встречаются у вируса гриппа и наконец еще в химическом составе некоторых вирусов может быть эмбилок в переводе обозначают матричный белок который тоже имеет несколько функций во-первых он транспортирует нуклеиновую кислоту в ядро для того чтобы там произошел синтез нуклеиновой кислоты когда он происходит в ядре биосоматической клетки а с другой стороны он защищает ее от нуклеаз то есть не дает ферментов расщепляющих нуклеиновую кислоту на него оба действуют и вторая функция м-белка поэтому иногда они делятся на м1 и м2 это то что м-белок участвует в прикреплении суперкапсида вируса к соматической клетке мы очень много говорим о белках и я бы хотел чтобы мы уяснили что вирусные белки бывают трех типов во-первых это структурные белки о них мы уже сегодня вспоминали и говорили у простых вирусов это капсидные белки или белки вирусной частицы у сложных вирусов это сложно это тоже капсидные белки но кроме капсидных белков это могут быть еще и гликопротеиновые белки которые находятся на суперкапсидной оболочке без словно каждая вирусная частица имеет геномные белки это ферменты соединенные с луклеиновой кислотой такие как полимераза транскриптаза которые считывают информацию и способствуют процессу репликации вируса и создание условий для того чтобы минусы рынковые вирусы или ДНК вирусы с дефектом одной из нуклеиновых кислот могли обеспечить считывание информации то есть передали свой генетический код своему потомству и наконец у вирусов существуют так называемые неструктурные белки их достаточно много ну вот могу вам сказать что вирус коронавирус SARS-CoV-2 имеет 16 неструктурных белков что из себя представляет неструктурные белки это те белки которые образуются в процессе репродукции это могут быть легазы это могут быть протеиназы это рестриктазы это по сути предшественники структурных белков капсидов это полимеразы и рестриктазы теперь когда мы знаем структуру простых сложных вирусов и понимаем из чего они формируются мы можем с вами более подробно поговорить о взаимодействии вирусов с клеткой хозяина который определяет начало развития патологического процесса хочу обратить ваше внимание что в разных учебниках описано разное количество вот этапов взаимодействия есть учебники где написано 5 этапов есть учебники где написано 6 этапов есть учебники где написано 7 этапов вы у меня в слайдах увидите что есть то в слайде я показываю даже 9 этапов я бы хотел чтобы на данном этапе изучения вопросов общей вирусологии мы пришли к единому пониманию потому что давайте мы определимся с таким стандартом для понимания 6 этапным дело в том что мой опыт преподавания говорит о том что студентам нужно запомнить базовую этапы взаимодействия вирусов с клеткой потому что когда мы будем говорить о конкретных вирусах то мы будем говорить не только базовое взаимоотношение но и особенности репликации и там станет ясно что число этапов может варьировать от 4 5 и до большого количества поэтому для того чтобы вам легко усвоить материалы вы имели уже готовые в своей памяти алгоритм взаимодействия и понимали эти процессы давайте я вам расскажу шесть этапов взаимодействия а вы его запомните на все оставшиеся жизни поскольку еще раз говорю это первичный этап взаимодействия вируса соматической клетки которая открывает начало патогенетического процесса вирусных инфекций в организме человека и как мы уже говорили это довольно имеет важное значение поскольку вирусные инфекции сегодня инфекционной патологии является доминирующими процессами и так первый этап адсорбция или еще называется адгезия вирионов на клетке она обуславливается структурной гомологии происходит две фазы первая фаза это не не специфическая это ионное притяжение между вирусом и клеткам и вторая фаза специфическая это физическое прикрепление вирусной частицы комплементарному специфическому поверхностному рецептору второй этап это этап проникновения в клетку он во многом определяется температурой и возможностью клетки таких процессов описано несколько три это может быть эндоцитоз синониме эндоцитоз сферопексис это когда процесс проникновения через поры в наружную мембрану клетки вместе отсорции и образование вакуоли вокруг вируса тут рисуночки они как раз вам демонстрируют этот процесс следующий процесс проникновения это рецепторный эндоцитоз когда вирус на поверхности имеет ямки он выслан эти ямки высланы белком клатрином вот здесь это показано и он прикрепляется с помощью белка и окружается и втягивается в клетку третий вариант это с помощью F-белка это F-белок это белок слияния он находится на суперкапсиде или на поверхности инфицированной клетки и происходит слияние с мембраны соматической клетки и его проникновение в клетку возникает третий этап который называется депротеинизация или раздевание и освобождение вирусной нутрииновой кислоты есть несколько вариантов это при слиянии капсида с помощью F-белка происходит деструкция капсидных белков и в цитоплазму влияется вливается нуклеиновая кислота существует и другой путь когда при кислой PH капсомеры разрываются изменяются вирусные капсидные белки и нуклеиновая кислота проникает в клетку вот здесь тоже это показано четвертый этап он связан с синтезом компонентов дочерних популяций здесь происходит экспрессия генетического материала путем транскрипции последующая трансляция приводит к появлению вирусных белков ну вы хорошо помните о синтезе белков мы об этом еще сегодня по-моему где-то будем вспоминать и второй вариант это синтез генетического материала вируса репликации то есть речь идет о чем что как минимум две структуры должны быть у вируса это генетический материал и белки и они должны реплицироваться дезинктивный тип я напоминаю вам они образуются в разных местах да ну белки на репосомах вы это хорошо знаете а генетический материал в ведре соматической клетки вот как раз тот слайд о котором я говорил который вы хорошо знаете что у днк содержащих вирусов процесс протекает по триаде днк когда происходит процесс репликации то происходит процесс транскрипции за счет обратной транскриптазы зачем процесс происходит трансляции и образуется белок он может происходить в цитоплазме клетки хозяина у вирусов например натуральное оспли может происходить воспроизводство нуклеиновой кислоты в ведре что происходит у адена и герпес вирусов здесь есть два фермента вы хорошо знаете есть фермент гелектаза который раскручивает нуклеиновую кислоту и фермент днк полимераза которая синтезирует в освобожденной нуклеиновой кислоте повторную цепочку и из одной нуклеиновой молекулы материнской исходной молекулы днк образуются две ксестинских молекулы или дочерни вот у рнк содержащих вирусов к сожалению этого процесса нет здесь процессы различные у вирусов с минус рнк и у вирусов с плюс рнк то есть у тех вирусов которые содержат информационную рнк и тех вирусов которые не имеют информационную рнк а выполняют только наследственную функцию вот что касается вирусов которые имеют информационную рнк то понятно что раз есть информационную рнк то effect функцию информационную рнк выполняется геном 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 на матрице геномной РНК, а потом уже происходит эта информация на рибосоме, формирует образование новых белковых частиц. Есть ещё один путь синтеза у рынковых вирусов, он характерен для ретровирусов, в частности для вируса иммунодефицита, поскольку он имеет обратную транскриптазу и ревертазу, которая закодирована у него в геноме, и они способны переписывать информацию вначале с РНК на ДНК за счёт обратной транскриптаза, а уже впоследствии производить её синтез на рибосомах. Пятый этап, это называется самосборка вируса. И здесь сборка нуклеокапсидов происходит в районе аппарата ГОДЖИ. То есть отдельно синтезирующие нуклеиновые кислоты и белковые структуры, капсид, они в районе аппарата ГОДЖИ, нуклеиновая кислота, входит в капсид и образуется простой вирус. То есть транспортировка частей происходит в одном месте, в одно место. Вирусные белки и нуклеиновые кислоты обладают способностью самоузнавания. Здесь происходит самопроизвольное соединение друг с другом, и вирусные белки формируют капсид вокруг нуклеиновой кислоты или могут иногда его втягивать. Так формируются вирусные частицы. Дальше происходит высвобождение от начальных вирионов, разрыв клетки. Это цитопатическое действие иногда бывает, когда вирусы высвобождают быстро, но при этом клетка разрушается. Я хочу вам напомнить о том, что суперкапсидная оболочка у сложных вирусов происходит тоже в районе разрыва ЦПД, или просто когда без разрыва клетка, без цитопатического эффекта, то есть без визиса сомантической клетки, вирусы покажают, они забирают часть внутренней мембранной оболочки вируса, и таким образом формируется суперкапсид. Есть второй путь, кроме цитопатического действия или лизиса. Это процесс почкования с помощью вносинтезированного матричного белка. Он пришивается к вирусному капсиду мембранной сомантической клетки. Может происходить слияние мембран нескольких клеток и образование симпластов. Это довольно частая вещь, происходящая у вирусов. Но такие вирусы, как правило, не жизнеспособны. Вот шесть этапов взаимодействия вируса с клеткой, которых я вам только что характеризовал, говорят о том, что входит один вирус, а воспроизводится много. Но хочу обратить ваше внимание, что по характеру взаимодействия вируса соматической клетки эти процессы бывают значительно более многообразны. Вот тот процесс, о котором я вам только что рассказывал, с воспроизводством вирусных частиц, он называется продуктивным процессом, поскольку он связан с тем, что происходит гибель или лизис инфицированной клетки. Но может быть и другой вариант, и другие варианты. Вот о них сейчас мы с вами поговорим. И они, кстати сказать, имеют очень важное значение, поскольку они во многом определяют ход патологического процесса в организме человека, поскольку вирусы с различными клетками человека могут взаимодействовать по-разному. Вот эту характеристику сейчас мы с вами и будем давать. Итак, первый тип я уже назвал. Это продуктивный тип. Когда вирусные частицы формируются в соматической клетке человека, они выходят из этой клетки или путём лизиса, или путём почкования, или путём какого-то другого способа, ну, например, с помощью белка. Вот интегративное, оно связано с тем, что в процессе репликации геном вируса интегрируется в геном клетки. Ну и понятно, что вирусные частицы в таком виде не образуются. Может быть, автономное или абортивное взаимодействие, когда дочерняя популяция при взаимодействии вируса с частицей, не даже связанная, когда геном вируса интегрируется в геном клетки, и с ним существовать очень много времени может быть. Просто дочерняя популяция, синтез происходит, а дочерняя популяция не образуется. Вот такая форма взаимодействия называется абортивная. Мы не говорим о причинах, там есть причины. Мы, когда будем говорить о конкретных вирусных инфекциях, мы там об этом будем говорить. У тех, у кого это бывает, немного поподробнее. Четвёртая форма взаимодействия – это автономное взаимодействие, когда вирус может не интегрироваться в геном клетки. Это довольно редкое явление, но бывает. Латентное. Когда вируса специфического синтеза не происходит, а наступает стадия провируса, об этом я буду с вами говорить немножко позднее. И, наконец, что очень часто бывает, это персистирующее взаимодействие, когда после острой фазы заболевания происходит выделение вирусных частиц, но инфицированная клетка не лизируется, не сопровождается клиническими проявлениями. В таком состоянии этот вирус может находиться бесконечно дома. Это характерно для многих патологических процессов. Это характерно для герпетической инфекции. Это характерно для вариантов инфицирования вирусом гепатита B, когда формируется первичный рак печени или аденокарцинома. Это характерно и для других патологических процессов, о которых мы тоже будем говорить в частной микробиологии. И, наконец, есть ещё одно важное взаимодействие, которое называется интерференция. Это состояние невосприимчивости вторичному заражению клетки вирусом и при этом различает гомологическое. Интерференция – это когда инфицирование одним вирусом блокирует возможность репликации второго вируса в пределах одной клетки и угнетается адсорция путём блокирования или разрушения, специфического рецептора или ингибирует трансляцией матричной ринка любой гетерологичной матричной ринка. И второй вариант – гомологичное. Это когда вирусы содержат дефектные геномы, которые не способны к самостоятельной репродукции и размножаются только при совместном заражении с нормальным вирусом. Но дефектный вирус может вмешиваться в его репликацию и образовывать дефектные дочерние вирусные частицы. И третий вариант – это кооперативное взаимодействие. Когда заражение вирусом и клеток может носить множественный характер и в клетку проникает несколько веревонов. Но если вы не восприняли то, что я вам только что говорил, то хочу обратить ваше внимание на то, что когда вирусная частица, а она входит чаще всего в одна вирусная частица, то попадание вирусной частицы в соматической клетке препятствует попаданию в этой клетку как своего вируса. Это гомологичная интерференция так и другого вируса. Это гетерологично. Но бывают исключения. Исключение заключается в том, что иногда, очень редко, даже чистоту сказать сложно, но одна на тысячи раз в одну соматическую клетку может проникнуть несколько вирусных частиц. Чаще всего одного вида. И это то, что вирусологии ученые боятся больше всего. Поскольку во время репликации может информация одной нуклеиновой кислоты передаться в другое. А они могут отличаться геномы этих вирусов. Они могут кодировать разные признаки. И тогда может появиться новый, не новый вид вируса, а новый по своим свойствам вирус, человеческая популяция с которым не встречалась. А раз она не встречалась, то она будет вызывать массовые заболевания. Примеров очень много. Это и возникновение новых антигенных вариантов вируса гриппа, который является одним из изменчивых вирусов. Это те проблемы стабильного вируса иммунодефицита, которые не позволяют сделать вакцины, препарат. И много-много других проблем, с которыми человечество еще бороться не научилось. Безусловно, важным разделом познания вирусов является их методы обнаружения. То, представляется чрезвычайно важным для установления этиологической роли заболевания, для того, чтобы мы правильно могли осуществить процесс терапии. Итак, первый метод, мы о нем уже говорили, это вирусоскопический метод. Это электронно-микроскопическое исследование материала. Здесь вам показан современный настольный электронный микроскоп. Вы видите, он очень небольшой. Раньше такой микроскоп занимал целые комнаты. Теперь он очень небольшой и может уместиться на одном рабочем месте. Вирусологический метод. Это метод индикации, выделения и идентификации вируса, который включает три технологии. Это культивирование на культуре клеток, это культивирование на куриных эмбрионы и культивирование на лабораторных животных. Я вам напомню, что вирусы – это облигатный паразит, и вне живой клетки размножаться не могут, в отличие от бактерий, для которых есть искусственные питательные среды. Ну, разного состава, как вы знаете. Есть и простого состава, есть очень сложного состава, и есть возбудители, которые очень плохо культивируются на искусственных питательных средах. Для этого мы опять используем на этапе накопления возбудителя до очень большой массы, чтобы массы большого количества микробных клеток, чтобы могли выделить на не очень чувствительных питательных средах его концентрацию, его размножение в живом организме, то есть лабораторное животное. Следующий метод – это сериологический метод. Это косвенный метод определения заболеваний. Он связан с определением противовирусных антител, и мы базируемся на знаниях основ иммунологии о том, что любой попадающий в организм антиген, а вирусы являются тоже антигенами для организма человека, а они вызывают иммунный ответ в виде образования специфических антител и специфических иммунных клеток. Поэтому изучение парных сывороток крови, которые позволяют определить наличие и концентрацию этого антигена, сывороток крови является, безусловно, очень важным методом определения инфекционного вирусного заболевания. Конечно, в настоящее время одним из ведущих методов диагностики является молекулярно-генетический метод. Это метод определения нуклеинных последовательностей детерминирующих антигены или другие свойства вирусных частиц. И здесь показан один из современных аппаратов ДНК-технологии. Аппаратов очень много, они разные. Единственное, что бы я хотел, чтобы вы понимали, что для каждого аппарата готовятся в основном свои тест-системы, поскольку они отрабатываются. Конечно, можно другие тест-системы приспособить на другой аппарат, но это требует специального изменения параметров амплификации, поскольку они могут отличаться от аппарата к аппарату. Следующим методом является иммунологический метод. Иммунологический метод, он связан с обнужением антигенов в исследуемых образцах. Здесь связано с тем, что иммунологические методы последние годы стали широко изменяться. Вы о них подробно будете знакомиться в курсе иммунологии, но не сказать в лекции по вирусам о том, что такой метод существует, я не могу. Я это говорил и в лекции по бактериологии, поскольку они занимают своё положение и оказывают большую помощь в диагностике различных заболеваний, и вы, будущие клинические врачи, должны о нём знать. И последний вопрос, на котором я хочу остановиться в сегодняшней лекции, это вопрос бактериофагии. И очень важный вопрос в понимании очень многих процессов и вопросов диагностики, и вопросов лечения, особенно сегодня, когда появилась проблема антибиотикоустойчивости на бактериофагии, вновь, там, 50 лет спустя обратили внимание в качестве одного из лекарственных препаратов. Поэтому нужно понимать, какие существуют проблемы, насколько может быть эффективно или, наоборот, неэффективно лечение бактериофагами, независимо от того, вы должны иметь собственное мнение, поскольку фирмы будут рекламировать и говорить только хорошее, а мы должны понимать, какие могут быть проблемы при использовании бактериофагов, в том числе и лечении профилактики. Итак, что же такое бактериофагия? Бактериофагия происходит от греческого «фагос», пожирающие вирусы бактерий, это специфически проникающие в бактерии, паразитирующие в них до слизиса бактериальные клетки. Бактериофагии выделены как у бактерий, так и у грибов. Обычно бактериофагии обозначаются буквами латинского алфавита или с числовым индексом, перед которым ставят видовое название микроба. Впервые ТОРД наблюдал это явление в 1898 году, а вот Деррель описал в 1915 году, а в 1917 году оценил явление и выделил фильтрующийся литический агент из-за спражнения больных дизентерии и назвал бактериофагом. Вот строение бактериофага, которое изучает в электронном микроскопе, здесь представлен, берем бактериальные клетки Т2, как раз это бактериофаг кишечной группы Т2. В зависимости от формы и структурной организации фаги подразделяются на морфологические типы. Вот здесь показано на слайде нитевидный бактериофаг, мелкий кубический бактериофаг. К сожалению, указка сегодня не очень хорошо работает, особенно на белом фоне. Вот нитевидный, мелкий кубический и сперматозоидный, кубическая головка и хвостовый матроск. Размеры бактериофагов колеблются от 20 до 100 наномикром и хвостового отрезка. Вот хвостовой отрезок, который приблизительно 100 нанометров или соответствует самому бактериофагу, или чуть-чуть даже больше. В бактериофаге, как и все вирусы, может содержать ДНК или РНК. Встречаются нуклеиновые 2, двуоднонетевые, линейные и кольцевые. Нуклеиновая кислота находится внутри головки и защищена капсидом. Защищена капсидом – это идентичные полипептидные суббиницы, уложенные по эксоэдрическому типу симметрии. То есть по строению они ничем не отличаются от других белков. Здесь существует сократительный чехол. Вот он представлен. И он подобие мышцы. Это называется еще чехол хвостового отростка, который образован белковыми субединицами. Внутри он полый. Он предупреждает цилиндрический стержень, который сообщается с головкой и хвостовой частью. Чехол присоединен к воротничку окружающими стержень около головки. А на дистальном, в противоположном конце, имеется шестиугольная базальная пластинка с шипами, от которых отходят вот эти нитевидные структуры. Вот их шесть, которые называются фибрилами. Вот здесь показаны две фазы. Прикрепление фага к клеточной стенке бактерии. А здесь показана инъекция ДНК. Вот этот хвостовой отросток от головки до базальной пластинки сокращается. И поскольку он полный, нуклеиновая кислота из головки переходит в бактериальную клетку. То есть нуклеиновая кислота бактериофага попадает в бактериальную клетку. Ну дальше понятно, что происходит. Поскольку это вирус, бактериофаг, то он перестраивает жизнь бактериальной клетки. И бактериальные клетки начинают синтезировать не бактерии, в которые он проник, а фаговые частицы, то есть вирусы. Надо сказать, что они имеют разно антигенные свойства. Они могут содержать группоспецифические и типоспецифические антигены. Они обладают иммуногенными свойствами, вызывают синтез специфических антител в организме, если эта бактерия находится в организме. И по типоспецифическим антигенам фаги делят, могут делиться на серовары. По резистентности, то есть устойчивости. По сравнению с вирусами фаги более устойчивы к факторам окружающей среды, то есть они длительно находятся в окружающей среде, поэтому по обнаружению фагов в окружающей среде мы можем говорить о циркуляции возбудителя. Вот этот способ сейчас используют в Америке по определению возможности циркуляции коронавируса в сточных водах с прогностическим результатом развития пандемического процесса или эпидемического процесса на той или иной территории, поскольку это можно определить концентрацию этого бактериофага. А в жизни, и чаще всего это делается для циркуляции кишечных инфекций, это в нашей повседневной жизни для оценки возможностей развития эпидемических процессов на тех или иных территориях. Следующее свойство резистентности – это его способность инактивироваться по действиям температуры 65-70 градусов Цельсия, ультрафиолетового облучения в высоких дозах и ионизирующей радиации, формалина и кислот, и длительное сохранение при низких температурах и высушивании. Но это вообще свойство вируса. Наконец, бактериофаги по специфическому взаимодействию различают как поливалентные, поскольку они могут взаимодействовать с видами бактерий, родственных бактерий видами, моновалентные, то есть взаимодействуют только с бактериями определенными видами. Ну, почему они поливалентные? Потому что у них есть общие рецепторы. А есть фаги, которые общих рецепторов не имеют, поэтому они моновалентные. А могут быть типовые, которые взаимодействуют только с типами бактерий, вот они тогда распределяются на определенные фаготипы. Характер взаимодействия с фагами с бактерией, он тоже неоднозначный. Если в результате попадания вируса бактериофага в бактериальную клетку образуется фаговое потомство и бактерии реализируются, то такой тип называется продуктивный тип. Но может не продуцироваться фаговое потомство, тогда это называется абортивный тип. А может еще быть третий тип интегративный, когда геном фага встраивается в нуклеоид бактерий и существуют с ней вместе. Ну, он напоминает, только вирус взаимодействует соматической клетки более, характер взаимодействия более широкий. У бактериофагов он более узкий, и он включает не 5-6 вариантов, а включает только 3 варианта взаимодействия. В зависимости от типа взаимодействия различают вирулентные и умеренные фаги. Вирулентные фаги. Они взаимодействуют с бактериями по продуктивному типу. То есть образуется литический цикл от отсорции до выхода из бактерий, который составляет 30-40 минут. При этом образуется 300-400 новых фаговых корпурскул, и он включает в себя 4 этапа. Первый этап – это отсорция фага на бактерии, и происходит он при комплементарных рецепторах клеточной стенки, и фаги, которые имеют хвостовой отросток, прикрепляются к бактериальной клетке. Второй этап – это проникновение фаговой нуклеиновой кислоты в бактерию, где чехол хвостового отростка сокращается, и стержень с помощью лизоцима, фермента, растворяющего, прилегающий фермент клеточной стенки, просветливает оболочку клетки, и ДНК проходит через хвостовой канал и инициируется уже в клетку, а капсид остаётся снаружи клетки. При этом ДНК подавляет синтез компонентов клетки, как я вам говорил, и заставляет её синтезировать нуклеиновые кислоты и белки фага. Третий этап – самосборка. То есть вначале пустотелы и капсиды головок заполняют нуклеиновую кислоту, затем происходит соединение с хвостовыми отростками. И четвёртый этап – это когда при действии лизоцима и нарушении внутриклеточного астматического давления происходит разрушение болочки или дисбактерий и выход фагов из неё. Если у соматической клетки с вирусом взаимодействие в шесть этапов, то у бактериофага с бактерией описано только четыре. И характерен вот этот процесс только для вирулентных фагов. А что же характерно для умеренного фага? Умеренный фаг – это когда нуклеиновая кислота фага включается в нуклеиновую кислоту бактериальной клетки и не происходит образования новых вирусных фаговых действий. То есть происходит процесс взаимодействия нуклеиновой кислоты фага и нуклеиновой кислоты бактериальной клетки по интегративному типу. При этом возникает явление лизогения, явление устойчивости бактерий к повторному заражению. Так как умеренный фаг находится внутри бактериальной клетки, а мы с вами уже говорили, что если вирус находится внутри клетки, то клетка – это устойчиво к внешнему поступлению фага. Есть второе понятие – лизогенная культура. Это когда популяция бактерий устойчива к действию фага. И, наконец, есть третье представление о умеренных фагах – это когда он находится в виде профага или провируса, когда вирусная ДНК длительно сохраняется в бактериальном потомстве. Есть ещё один процесс взаимодействия, который называется фаговая конверсия, и он характерен для передачи признаков с помощью феномена геномофагов. Это характерно для генетической изменчивости, которую мы будем изучать на следующей лекции, и называется она трансдукция. Кодофаг может переносить новые свойства от одной бактериальной клетки другого. И в заключении лекции я хотел бы сказать о практическом значении фагов на базе того, что вы только что услышали. Итак, есть четыре направления использования фагов в практике. Первое направление связано с таким явлением, как фагодиагностика. То есть это использование результатов определения чувствительных фагов для идентификации бактерий. На основании того, что они могут быть моновалентными, они могут быть типовыми фагами, мы можем использовать специально выделенные фаги для идентификации бактерий, то есть установления семейства, рода и вида. Вот здесь хорошо на вариантах А и В показаны. Негативные колонии вот это говорят о том, что сальмонеллы лизируются этими фагами сальмонелл, а вот дизентерийный микроб фагами дизентерии. То есть эти фаги обладают и те, и другими поливалентными действиями, поэтому мы можем их тоже распределять на группы, использование фаги наоборот. Но есть среди них имоновалентные. Второе направление диагностики – это фаготипирование. Это когда используют результаты определения чувствительных сифагов для обнаружения источников уйти передачи инфекции. Вот здесь показано фаготипирование стафилококом. Мы хорошо знаем, и будем об этом еще говорить, есть лекции по стафилококкам о том, что стафилококки, так же как и стриптококки, являются нормальной микрофлорой человека. И если такой человек является носителем такой микрофлоры, то участвуя в операционных, в операциях, где соблюдается стерильность и наличие стафилококков не должно быть, это может послужить осложнением хирургического процесса. Поэтому все сотрудники хирургического блоков, они должны обследоваться на стафилококк. И мы можем определить тот или иной фаготип стафилококка. Если это в большом стационаре болеют разные люди на разных этажах, разных отделениях, и мы выделяем от них возбудители, то мы должны для себя выяснить, это разные стафилококки с разным фаготипом или это те стафилококки, которые циркулируют в этом лечебном учреждении. И это называется инфекцией, связанной с заказанием медицинской помощи, или как раз же их называли внутрибольничными инфекциями. Вот если мы установим, что это для стафилококков известно довольно большой набор, около 30 монофагов, и мы среди выделенных в стационаре стафилококком определяем один и тот же фаготип, то это свидетельство о том, что в конкретном лечебном стационаре нарушаются противоэпидемические мероприятия, поскольку имеется один источник инфекции. И это грозит возможностью заражения людей, которые пришли в стационар для оказания медицинской помощи, а проявление такой стафилококковой инфекции ухудшит течение соматического заболевания, даже не обязательно инфекционного, которое может привести к летальному исходу. Это представляется чрезвычайно важным, и это используется в практике в настоящее время. Не только для стафилококков, а некоторых других возбудителей. Наконец, особенно в настоящее время, последние особенно где-то пять лет, многие клинические клиницисты стали увлекаться фаготерапией. Это увлечение было в 40-е годы и даже в 50-е годы, но широким внедрением антибиотиков оно оказалось менее эффективным, поэтому заглохло. А в настоящее время стало широко использоваться. И надо дать честь российским производителям. У нас была создана фирма при Ростехе микроген, которая производит различные бактериологические препараты. Вот я на слайде вам как раз показываю производственные серии пиобактериофага. Это против стрептококкус пиогенос и бактериофага полевалентно очищены против стрепсил довольно широко распространённых возбудителей, которых можно использовать для лечения. Но при этом вы должны быть уверены, что возбудители, против которых вы используете, они не являются, им не свойственны свойства лизогении, то есть в клетках возбудители не находятся встроенные в геном фага, поскольку такая клетка будет устойчивой, и воздействие фага и змея не даст никакого эффекта. Об этом надо знать, и поэтому для того, чтобы правильно применять, нужно выделять возбудитель и проверять, он является вирулентным бактериофагом или умеренным. Если умеренный, если свойственна лизогения, если популяция лизогенна, если бактериофаг находится в виде профага или провируса, то использование препаратов, фагов в виде фаготерапии бесполезно. И, конечно, можно использовать, и это делается, это фагопрофилактика, когда используют фаги для предупреждения заболеваний. Это всегда. Многие годы, уже лет 25, как широко стало использоваться в Крыму, и было это связано с тем, что у нас открывается сезонных очень большое количество лагерей, набираются новые группы людей, которые принимают участие в производстве пищи для лагерей, в которых находятся от 200 до нескольких тысяч человек, и однократная проверка во время получения медицинского освидетельства иногда не даёт правильных объективных результатов, поэтому для санации, для профилактики все сотрудники таких пищеблоков в качестве фагопрофилактики использовали интестифаг для того, чтобы, если существуют в их микрофлоре патогенные кишечные возбудители, которые являются причиной крупных вспышек кишечных инфекций или пищевых токовинфекций, чтобы они были уничтожены с помощью этих фагов. Но на этом сайте я бы хотел показать, что есть и бактериофаги для борьбы со стафилококковой инфекцией в качестве фагопрофилактики, потому что носители, врачи, носители, сёстры, носители, которые работают в стерильных помещениях и со стерильным материалом, они не имеют права осуществлять, выполнять свои функции. И есть так называемые описанные в мире и существуют даже в классификации ВОЗа так называемые перемежающие носители, если они являются перемежающими носителями, то есть у них то факт появления, то стафилококковая инфекция появляется, то исчезает, то они подлежат санации и последующие профилактики и после получения отрицательных результатов могут быть допущены. Если они являются постоянными носителями стафилококковой инфекции, то они работать в этих подразделениях, в медицинских учреждениях не имеют права и должны быть отстранены. Вот и всё, что я хотел сказать в сегодняшней лекции. Вам всего доброго. До следующей лекции через две недели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...